И здравствуй, YouTube! С вами ZigZahatch, и вы смотрите вторую серию одиночного летсплея на сборке сервера Swales.com, версии 1.6.4. Итак, я, собственно, тут копаю песочек для того, чтобы в этой серии сделать, собственно, продвинутые, ну как, не то что продвинутые, более интересные инструменты, чем мы все с вами привыкли. Хотя, в принципе, для тех из вас, кто знаком с модом Tinkers Construct, не будет тоже ничего нового. Но надеюсь, что все-таки будет что-то интересное. В принципе, для того, чтобы начать с Tinkers Construct, мне песок не нужен. Но я хочу не останавливаться на базовых инструментах и сразу попробовать сделать себе что-нибудь более прочное, более мощное. Для этого мне нужна плавильня. А для того, чтобы создать плавильню, мне как раз нужен песок, глина и гравий. Вот примерно этим я сейчас и занимаюсь. К сожалению, у меня что-то произошло с моим миром. У меня только что вылетел Minecraft, и все мои морфы успешно исчезли. И, собственно, кстати, вот с неба падают свинки на курах. Я полагаю, что это из-за того, что сегодня у нас 25 декабря. Это католическое ждество. Собственно, всех католиков с этим замечательным праздником хочу поздравить. Ну, а мы с вами подождем до 7 января. Итак, я сейчас буду дальше копать песок, потом поищу глину, потом поищу гравий и, собственно, вернусь. Итак, я накопал себе достаточно глины и достаточно песка. Я надеюсь, что этого будет достаточно, конечно. Где-то по 3,5 стека. И, собственно, нужно сделать пару вещей до того, как я пойду в шахты. Кто-то прокомментировал мое предыдущее видео на YouTube и сказал, что мне нужно, собственно, сделать гейт. Ну, дверку, как это называется. Франсгейт. Такую штуку. И поставить ее вместо камушка. Я подумал, что, в принципе, весьма неплохая идея. Таким образом, мне его не придется каждый раз сбивать, ну, киркой, чтобы войти. Достаточно будет открыть дверь. И мобы сюда все равно не пролезут. Ну, мы посмотрим, насколько это правда, насколько это будет работать. И мне еще нужно себе сделать все-таки железную кирку. Потому что, как вы помните, мы видели некоторое количество материалов, которые обычной каменной киркой разбить сейчас не получается. Поэтому, перед тем, как пойти, собственно, добывать гравий и всякое прочее, почему бы мне этого не сделать. Кроме того, собственно, та же самая печка из Тинкерс Констракта также позволяет удваивать минералы. Ну, не все, но большинство из них. Так что, в принципе, я думаю, что я смогу некоторое время протянуть все-таки без грайндера, который ручной заплает Энджистикс. И, собственно, протянуть все это дело на печке. Единственное, что делает она это, заметно медленнее, чем все остальные способы. Но зато, ну, не то, чтобы бесплатно она стоит лаву для того, чтобы ее использовать. Но, тем не менее, почти. Почти-почти бесплатно. В плане того, что она мне в любом случае нужна. И, собственно, мне не придется тратить драгоценные ресурсы в самом начале игры на какую-то другую машину. Ладно, теперь, собственно, пойдем копать гравий. Хотя, на самом деле, наверное, нужно было мне сделать еще доспехи, но, ладно, я постараюсь не умереть. В любом случае, у меня сейчас нету никаких морфов, поэтому, по сути, мне терять особенно, как вы видите, нечего. Ну, кстати, кроме еды, которую надо было все-таки частично оставить на базе. Ну, да, собственно, ладно. У, уголь. Я его помню еще с прошлого эпизода. Почему-то я его не собрал, потому что я был зомби, и я искал побыстрее укрытие. Ну, ладно, пойду копать. Здесь вы, собственно, все это... Ой, опять упала свинюшка. Здесь все это дело видели. Так что накопаю себе гравия и вернусь. И YouTube у меня вылетел в Minecraft, к сожалению, без сохранения последнего участка записи. Поэтому что я сделал? Я нашел достаточное количество себе гравия. Я себе сделал материал под названием Graut. Такая вот штукенция. Вот так делается. И, собственно, зажарил, ну, точнее, поставил его жариться в двух новых печках, в которых я обитаю очень расточительно при помощи угля. Кроме того, нам все-таки не помешала бы книжечка. Книжечка называется Materials and You. Нет, это, кажется, вторая книжка. Первая. А, Materials and You. Да. Мне нужен blank pattern, который делается весьма просто. И кусочек, собственно, бумажки. У меня нет пока тростника, поэтому я отправляюсь на его поиски, потому что эту книжку я успешно опаньки. А, я получил вторую книжку. Отлично. Но, тем не менее, первая книжка мне все еще нужна, потому что, если честно, я не очень помню, как делать, собственно... Ага, это все здесь написано. Мне первая книжка не нужна. Ура, YouTube. Извиняюсь за сумбурность. Просто у меня сегодня какой-то очень странный день для записи получился. Ну да ладно. Здесь главное, что написано, как делать какие, собственно, наши с вами предметы. Кроме того, я уже сделал Toolstation. И, видимо, на этом все. Больше Minecraft ничего мне успешно не сохранил. Нам еще нужен Stencil Table. Нам нужен кусок дерева обычного. Сделать из него Part Builder. И нам нужен сундук. Кстати, да, как вы видите, мой сундук тоже превратился в такой рождественский. Насколько я помню, такое в прошлом делал Railcraft. Кто это делает сейчас, если честно, я не знаю. Не спрашивайте. Я пытался по интернету все это дело искать, но безуспешно. И, собственно, Pattern Chest, где мы будем с вами хранить все наши планы. Так, нам нужен Part Builder Stencil Table. Нам нужен Stencil Table поставить вот сюда. Это место, где мы будем с вами делать, собственно, наши планы. Наши чертежи. Дальше нужен сундук. Нужен Toolstation. Нет, Toolstation нужен не здесь. Где мой топорик? Toolstation. Сюда мы поставим Part Builder. Да. Сюда мы поставим Toolstation. Из-за чего я сделал вот так? Из-за того, что наш Part Builder имеет доступ к нашему Pattern Chest. То есть, когда я буду делать... Ну, вы увидите, короче, зачем я так сделал. Это нужно. Итак, сначала я себе хочу сделать, наверное, меч. Хотя, собственно, как делать меч? Я пока не могу себе сделать меч. Мне нужно дожидаться, пока у меня будет необходимое количество кирпичей, для того, чтобы начать строить плавильню. Плавильню я буду строить не внутри своего домика, я ее буду строить где-нибудь. Ну, вот, пожалуй, можно срубить вот это дерево и построить ее... Ну, начать строить ее здесь. Пожалуй, так. YouTube я переезжалил себе по стаку, собственно, Grauta. Получились у меня Served Bricks. Из них нужно сделать такие вот Served Bricks. Ну, как минимум. Так, не понял. Небольшие глюки. Мне дали третью книжку. Ну, в моем случае, вторую. Не важно. Там, собственно, рассказано о том, как же делать эту самую печку и какие нам для этого нужны предметы. Я точно помню, что мне нужен Smeltry Controller. Такая вот фиговина. Одна штука. Мне нужен Smeltry Drain. Да, обязательно понадобится. Кроме того, мне нужен Served Tank, кажется, он называется. Ага, здесь мне нужно стекло. Но, как я уже говорил, песка много не бывает. Нифига себе, я его накопал. Есть у меня ощущение, что что-то у меня пошло не совсем как планировалось. И поэтому у меня что-то где-то задублировалось. Потому что не может у меня быть такого количества ресурсов. Ну да ладно. В Синглплеере, я думаю, никто не будет очень сильно по этому поводу переживать. Здравствуйте, зомби. Ха-ха, ты действительно не ломаешь забор. Большое спасибо за подсказку. Давайте-ка мы его убьем, получим его Morph. Теперь я злой зомби. Ну, обычный зомби у меня уже, оказывается, был. Ну да ладно. Так. Покушать. Served Tank. Есть такое дело. Еще мне нужен Faucet. Такая вот простенькая штука. Это слив, собственно. И мне нужен... Как же он называется? Называется он... Ага, Casting Table он называется. Не спрашивайте, почему я не пользуюсь Shift-кликом. Я не знаю. Еще на всякий случай сделаем себе Casting Basin. Также не помешает. Учитывая то, что мы с вами планировали на начальном этапе при помощи Tinkers Contract удваивать наши с вами ресурсы. И остальное все переведем на кирпичики. Пока что. В любом случае они чужаются. У меня будет их еще больше. Ой, как же много вас, ребята. Прямо какая-то зомби-вечеринка. У меня сломался меч. Ну вот, собственно, 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 собственно. А! Не буду я делать себе каменный меч. Я пока ходил за гравием. Нашел себе немножко рубина, немножко сапфиров и немножко... Понятно, он не сохранился. Такой зеленый материал, который называется Peridot. Я, если честно, понятия не имею, что это такое. Ну, что-то вроде изумруда, наверное. Мечи из этих... Ну, не то, что мечи, инструменты из этих материалов, они по своей силе так же, как алмазные. Но при всем при этом у них намного меньше... Ну, не намного меньше, но прилично меньше срок службы. Они быстрее изнашиваются. Ну, а в начале игры то, что надо. Еще я, наконец-то, нашел себе Cotton Seed. Это замечательное растение под названием хлопок. Из хлопка можно выращивать специальные хлопковые... Как это назвать? Ой, зачем я сделал топор? Блин, хотел же не топор. Как они называются-то, господи. Клубни. Что там у хлопка? Как хлопок растет? Кто знает? В общем, можно выращивать вот эти вот хлопковые початки. И из них, собственно, делать либо string, либо нитки, либо шерсть. Так что, когда-нибудь, когда-нибудь у меня получится себе сделать кровать. Я буду этим очень доволен. Я, собственно, хотел себе сделать плуг. Потому что, как только настанет утро, я выйду на улицу, поставлю туда кирпичи в форме печки и, собственно, сделаю себе небольшой и очень небольшой садик. Ну, ферму. Не знаю, как это назвать. Кстати, мне нужно переплавить еще два железа для одной очень простой вещи. Мне все-таки надо себе сделать ведро. Без ведра ничего не выйдет. Во всем желании. Так, что-то я не то делаю. Железо, железо. Плавься. Ну, собственно, ладно. Я дождусь, пока наступит утро. Все это у меня переплавится и вернусь. YouTube, добро пожаловать в утро. Давайте попробуем все-таки с вами сотворить эту Tinkers Constructor магию. Я думаю, что вы знаете, как строится мультиблочная структура под названием печка из Tinkers Constructor. Если вдруг не знаете, я вот вам сейчас, собственно, это и демонстрирую. Самое главное ее условие то, что смелтери контроллер и, собственно, вот этого штука, которая называется Siri Tank должны быть на одном уровне на одной стене. Как только мы это сделали, если мы нажмем правой кнопочкой мышки по контроллеру, мы увидим, что сейчас мы можем здесь одновременно жарить 9 предметов или 9 рут. Мы ее можем наращивать вверх до сколь угодно нам необходимого количества по высоте. Ну, наверное, не сколь угодно нам. Наверное, есть все-таки какой-то предел. Но, если честно, я не знаю, сколько это именно в блоках. С этой стороны у нас будет стоять drain или сток. Ой, не так. Да, кстати, обратите внимание, эти кирпичи достаточно плотные на пробивание. Они не такие простые. Сломать их бывает тяжело. Хотя в этой версии они, по-моему, стали немножко мягче. И, собственно, остальные все блоки мы можем делать какими угодно, но, естественно, из Seared Bricks, из кирпичиков. Все, что делается вот из этих вот кирпичей. Для нашего drain мы поставим наш с вами слив таким вот образом и сюда поставим Casting Table. Вот сюда же мы сделаем еще один слив. Как делается слив еще раз? Smeltery drain. Ага, вот так вот делается. У меня закончились кирпичики. А, 12 есть. Более чем достаточно. И, кстати, нужен еще один вот такой слив. По крайней мере, пока. Потом мы его с вами заменим на немного более продвинутую систему. Поставим ее сюда и еще одну такую штуку и под нее поставим, собственно, нашу бейзин. Нашу корзинку. Такую формочку, которая позволит нам делать блоки из рут, которые мы переплавляем. Одно маленькое но. Для того, чтобы вся эта фигня функционировала, нам нужна лава. Лава, как вы помните, у меня пока даже близко нету, поэтому я отправлюсь на ее поиски. Ой, я же, кстати, взял ведро и собирался сделать небольшую фермочку. Ладно, я сделаю фермочку. Я думаю, как делать ферму вам не очень интересно смотреть, потому что ферму, я думаю, вы прекрасно знаете, как делается. Я сюда вот поставлю ее в центр, даю сюда водички и, собственно, вспахаю поле, посажу здесь немножко хлопка и немножко семян для того, чтобы у меня был хлебушек. Потом найду лаву и вернусь. А YouTube перед тем, как, собственно, идти искать лаву, я подумал, что у меня есть всего одно ведро и мне совершенно не хочется сейчас тратить железо на то, чтобы делать еще ведро. Поэтому я себе сделаю достаточно простенький предмет из ферму экспаншн под названием Portable Tank. Делается просто. Хранит в себе 8 ведер жидкости. Я его возьму с собой и буду его, собственно, наполнять из ведра. Это как ведро, только достаточно большое. Здесь есть несколько разных вариантов. Мне сейчас доступен только Portable, потому что все остальные требуют совершенно страшных предметов. Даже Hardtank не могу сделать, потому что нам нужен Invar. Invar делается из материала под названием Ferrous Oer, который я почему-то до сих пор не нашел. Ну, да ничего страшного. Ладно, пошел искать лаву. Пожелайте мне удачи. Ага. YouTube, это что за фигня? Кто знает? Я такого в зомби впервые вижу. Если мне оставили текстуру, я бы еще понял. А так это какой-то страшный, ужасный зомби. Это что, Soundcraft такое добавляет? Я на самом деле не собирался включать запись, но такого я вам должен был показать. Действительно, впервые вижу. Ужас. Иди сюда. Не-не-не, только не я к вам. Кто здесь сейчас успешно сдохнул. Блин, тут так все вкусно. А, ладно, убью его за кадры. YouTube, спасибо моей мини-карте. Я вижу то, что где-то фактически прямо подо мной должно быть небольшое озеро лавы. Пожалуй, я отсюда сделаю такую небольшую лестницу для того, чтобы попытаться его найти. Я даже слышу, как оно пулькает. Вот. И если вдруг кому-то интересно, это, видимо, был моб из Arthmagic. Называется он, потому что Earth Edimental. Давайте на него посмотрим поближе. Да, так мы, конечно, много сейчас чего увидим. Ай! Вот такая вот штуковина злобная с киркой. Хи-хи-хи. Хорошая штука. Ну да ладно. Я, собственно, попытаюсь сейчас докопаться до лавы и вернусь. YouTube, пока я искал лавы, нашел золото. Ха-ха! Так, кирка-то, надеюсь, моя со мной. У меня теперь будет золото. Мы теперь сможем полноценно начать развивать Storm Expansion. Потому что без золота, к сожалению, никуда. Почти во всех рецептах машин из Storm Expansion требуется это самое золото. Так, у меня его есть четыре. Ха-ха! То есть, это восемь слитков. Ну, в принципе, думаю, что для начала это нам ай, точно хватит. Ладно, все еще ищу лаву. И YouTube я нашел его. Небольшое прекрасное озеро лавы. Давайте поставим куда-нибудь наш portable tank. Допустим, сюда. И, собственно, начнем в него начерпывать лаву. Восемь ведер нам с вами хватит на не очень большое время, но, по крайней мере, хватит на все необходимое. Восемь. А, нет, видимо, семь. Восемь. Восемь. Ай-яй-яй, и что же я сделал? Я не взял самый нужный предмет, который мне мог понадобиться. Мне нужен любой ключ из билдкрафта. Железо. Железа у меня с собой, естественно, нету. Ихи-хи-хи-хи-хи. И такой я сейчас тоже не смогу сделать. И даже Крис Сентхеммер, скорее всего, тоже не смогу сделать. Нужен тин и железо. О, ужас. Дело в том, что я сейчас не смогу отсюда забрать вот эту вот замечательную штуку. Точнее, смогу, но, как вы видели, вся лава из нее ушла. Ох, ладно, что, я тогда сейчас пойду, себе по-быстрому сделаю ключик и вернусь сюда. Точнее, попробую найти то место, где я был. Поставлю-ка я сюда себе Waypoint лава. Окей. А, YouTube дубль 2. Ага, отлично, у меня теперь есть 9 ведер лавы. Осталась сущая мелочь. Попробовать отсюда все это дело унести, при всем при этом не быть съеденным. Потому что хотите верьте, хотите нет, но когда я отсюда попытался уйти, я встретил весьма некислое сопротивление. да, вот, нет, это фигня. Всего-навсего злой зомбик. Там все было намного хуже. О, не могу пропустить эту руду. Отличненько. Кстати, теперь у меня хватило материалов на грайндер. Я думаю, это золото, это железо. Ну ладно. Ну, если уж мы с вами решили заниматься сормал-эспэншеном, что это было. Я почти умер. А, так, залезу-ка я вот сюда и полечусь. Ужас. Полсердечка. Ух, ладно, пожалуй, вылечусь здесь до конца и после этого вернусь. Я жив. Я жив. Ура. Не судьба мне умереть шестой раз за эту серию. Хотя, насколько я помню, я ни разу не снял это на камеру. И слава богу. Ужас. Так. Ночь. Ну да ладно. Что мы с вами можем сделать? Мы можем с вами сделать Fluiduct. Fluiduct такой замечательный предмет, труба из модификации Thermal Expansion делается вот так вот один вариант и вот так вот другой вариант. Hardened Glass мы с вами пока себе позволить не можем. Поэтому будем делать такой вариант. получим сразу шесть Fluiduct. В принципе, можно было обойтись и без них. Но я решил, что с ними будет повеселее. Так. Lead и Copper. Copper и Lead. Lead, 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 Lead. Lead. Copper. Две. Наверное, это уже последний раз, когда мы с вами что-нибудь дробим. Я очень, по крайней мере, на это надеюсь. чтобы немножко ускорить процесс, давайте запустим вторую печку. Один есть. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я больше чем уверен, что есть какой-то другой способ передачи жидкости из Portable Tank в, собственно, место назначения. Но, если честно, мне лениво что-то изобретать, я просто воспользуюсь уже старым проверенным способом. Так, у нас жидкость закачивается вот в эту штуку, в Seret Tank. И, собственно, здесь мы поставим Portable Tank и скажем ему, что тихи друг наш. Че, фигу? А, нам же нужно вот так сделать. О! Пошло, поехало! 7 ведер у нас, видимо, вместилось. Или около того. Или 6 даже. Ой! И таки да, это все-таки был краш. Ну да ладно. У нас здесь вроде как с вами все вместилось. Давайте же для начала все-таки я понял, что в этой серии я не успею сделать ни один себе инструмент. Но зато в этой серии мы сможем с вами переплавлять различные металлы. Так, 8. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, это нам не нужно. Давайте переплавлять другие вещи. Бррр! Ладно. Одну вещь все-таки сделать нужно. Если мы с вами посмотрим, кажется, в эту книжку или в эту, наверное, в эту, мы увидим, как делать вот такую вот штуковину. Называется она BlankCast, кажется. Или как-то так. Или как-то так. Ладно, не важно. Где-то здесь она есть. Нам для него нужен предмет, точнее, предмет металл под названием Tinker's Alloy. Раньше Tinker's Alloy делался, точнее, не делался, а назывался по-другому. Теперь называется Tinker's Alloy. Нам нужно три алюминиума и один копер. Копер. Два, допустим. Три алюминиума. Тин, где алюминиум? Раз, два, три. Раз, два, три. Да, даже, пожалуй, раз, два, три. И еще один копер. Все это хозяйство запихнем в печку. Жарься. Из-за этого мы с вами получим как раз вот эти Blank Cast. Это предмет, который нам, точнее, не который нам позволит, а который, ну, вообще, да, пожалуй, который нам позволит выливать различные формочки из металла. Ну, я вам, собственно, еще даже о формочках не рассказал. Странная серия получилась. Я, на самом деле, прошу по чтению YouTube. Я уже в течение трех часов записываю эту серию. У меня постоянно какие-то краши, постоянно вешается ноутбук. Проблемы с интернетом и все остальное прочее. Поэтому, пожалуй, сейчас я эту серию закончу. В следующей серии мы с вами вернемся прямо с этого же момента. Я надеюсь, что у меня все будет уже к тому моменту получше и попроще. В любом случае, мы с вами сделали большое дело. Мы с вами построили эту несчастную печку. Картошка. Картошка. Картошку можно посадить. Пусть себе растет. Потому что больше здесь у меня особенно ничего не растет. Хе-хе. Ну да ладно. О, собственно, сделался. Тинкер-салой. Ну уж, если он сделался, я обязан его вылить сначала сюда. Потом бланкаст мне пока не нужен. Мне нужен любой слиток. Для чего, собственно, я все это дело затеял. Есть у меня хоть какой-нибудь слиток. Абсолютно любой. Все что угодно мне нужно. Так дверь закрываем, а то войдет крипер. Так, что мне не жалко? Мне не жалко копер. Сделаем слиток из копера. Давай-давай-давай. Печечка, давай-давай-давай. Ага, есть такое дело. Мы его с вами положим вот на этот столик. Ать. Так. Наверное, мышкой это делать не очень удобно. И зальем этим самым тинькаст-элоем. У нас получилась форма, которая позволяет делать слитки. И заберем отсюда блок. Собственно, вырим дай на остатки. 11, 10. 8, 7, 6, 5. 5 осталось. Затвердевай. И теперь 5 раз сделаем слитки. Итак, как я уже говорил, мы с вами увидимся в следующей серии, где уже будем переплавлять настоящие металлы и все-таки сделаем себе инструменты. Пусть пока не очень мощные, зато вполне себе как сказать, веселые. Наверное, так. Наверное, это правильное слово. Ну что, YouTube, до новых встреч! Продолжение следует...